Ты начинающий интернет-предприниматель и мечтаешь об успехе? Жаждешь признания, но не знаешь, как ускорить развитие своего стартапа в России? Фонд развития интернет-инициатив открывает для тебя свои двери. В программах фонда приняло участие уже более 8,5 тысяч проектов, а акселератор Free – лучшая программа в России для ускоренного развития бизнеса в интернете. Самые известные представители стартап-сообщества лично расскажут, что ты можешь сделать для достижения своих целей уже сегодня. Прямо сейчас Кирилл Варламов и самый известный в России бизнес-ангел Алексей Басов расскажут тебе, как можно научиться быть венчурным инвестором в школе Free. Кирилл Варламов – директор фонда развития интернет-инициатив, сооснователь российской технологической компании Naumen. Победитель международного конкурса «Предприниматель года» в 2012 году. Алексей Басов – интернет-предприниматель, создатель рекламной компании «Бегун», бизнес-ангел, вице-президент Ростелекома и глава корпоративного венчурного фонда компании. Алексей, давай сегодня поговорим про рынок частных инвестиций в России, про рынок так называемых бизнес-ангелов, про историю, как это было раньше. Знаешь, я начинал свою предпринимательскую деятельность в начале 2000-х. Конечно, за вот эти вот 16 лет ситуация изменилась кардинальным образом на всех уровнях инвестиционной экосистемы. Большое количество предпринимателей видели успех за рубежом и пытались повторить с огромным отставанием уже устаревшие на тот момент идеи. Огромное количество, конечно, сделок происходило, но все они не приводили ни к чему хорошему. Цель, которую мы поставили в 2013 году с точки зрения инвестиций, это сделать рынок понятным для частного инвестора. И я считаю, что нам в какой-то мере удалось это сделать. Рынок стал значительно более прозрачным. Я построил в 2005 году фонд вместе с Венамом и вышел на некий другой уровень, стал видеть рынок по-настоящему больших проектов. Сейчас, когда ко мне приходят какие-то проекты, достойные внимания, но недостаточно явно накопившие какую-то экспертизу в ведении дел, я смело, с легкой душой направляю во фри, понимая, что они вернутся, возможно, ко мне на каком-то следующем цикле своего развития в совершенно другом качестве. После фри уже на уровне фонда. Я вижу, как ваши инвестиции приходят к нам за дополнительными деньгами, за синергией. И сравнивая качество проектов, могу сказать, что нам стало гораздо проще за счет унификации. Проекты рассказывают то, что нам нужно, не отвлекают наше внимание на какие-то посторонние вещи. Внутренняя дисциплина, рассказы о проекте, его преподнесения, работы с фондом предпринимателей существенным образом выросла. В этом я вижу огромную заслугу фри. Есть еще два проекта, о которых я хочу тебе рассказать. Пойдем, расскажу. Возвращаясь к рынку инвесторов, когда мы говорили, что были действительно басов, рябенький, мацанюк, стало понятно, что, с одной стороны, да, нужно выстраивать глоссарий, нужно повышать зрелость проектов, но стало понятно, что, с другой стороны, нужно учить и рынок инвесторов. И мы запустили школу бизнес-ангелов. Вначале она была бесплатная. Когда мы начали брать деньги, на самом деле, это даже повысило ответственность слушателей, и мы получили совсем другую качественную аудиторию. Сейчас входной билет в школу стоит 65 тысяч рублей. Эта планка отсеивает всех, кто хочет просто потусоваться и попить смузи. Люди, вот как ты правильно говоришь, они начали приводить проекты за руку, что, ребята, да, хорошо, мы вам дадим деньги, но, пожалуйста, через акселератор фри. Это инвесторы, на самом деле, совершенно с разных отраслей, и энергетика, и строители, и нефтянка. При этом там есть второй проект, стартрек. Стартрек – самый простой способ получить долю в интересном стартапе, в обменной инвестиции. Проект регистрируется на нашей платформе и начинает привлекать деньги от многих инвесторов. Каждый из них получает свою долю в проекте. Это называется краудинвестинг. Сейчас на ней около тысячи частных инвесторов. Причем это не просто, там люди, которые заполнили анкету. Нет, там довольно серьезный отбор с их неким обязательством, пусть мягким, но обязательством инвестировать определенную сумму денег. Инвестор просто регистрируется на сайте, выбирает интересные проекты и дает им деньги. Причем как в виде онлайн-займа, так и прямой инвестиции. Конъюнктура в целом у нас ухудшилась. Кстати, как она отразилась? Начали приходить люди, которые никогда не шли в IT, в какие-то инновационные вещи. Потому что люди хотят диверсифицироваться, попробовать что-то новое. Получается, кризис скорее работает на вас. С одной стороны, с каких-то, скажем, традиционных денег, которые инвестируют в хай-тек, в интернет их стало меньше. А с другой стороны, были выдавлены из традиционных рынков часть инвесторов, которые просто потеряли прибыльные рынки и вынуждены искать для себя другие рынки. Есть очень успешные проекты, такие как футбол, так и ряд других проектов. Сеть футбольных клубов для детей футбол привлекли через нашу платформу более 60 миллионов рублей на развитие. Мобильные приложения от компании Indigo Kids заключили договоры с такими популярными детскими брендами, как Маша и Медведь и Фиксики. Проект привлек 7 миллионов рублей. Более 600 тысяч долларов привлекло аппаратно-программное решение «Капасити» для производства 3D-контента. А вот эти фигуры, они отображают кого? Инвестора, предпринимателя или, может быть, клиента? Это просто фигуры для того, чтобы люди, которые работают по 12-14 часов в сутки, могли как-то размяться иногда. Скажи, вы считали когда-нибудь, сколько всего вы дали стране, нашей экономике, подготовленных предпринимателей? На конец 2015 года около 50 тысяч человек прошло через какие-то программы обучения, повышения квалификации. Если говорить про проекты, которые новые возникают, больше 90% всех проектов так или иначе используют механизмы фри. Если в 2014 нам еще попадались те проекты, которые сами как-то выросли и смогли дойти до какого-то уровня, то в 2015 их уже практически не было. Кирилл, спасибо тебе. Конечно, ваше влияние на рынок трудно переоценить. Это я чувствую и как бизнес-ангел, и как руководитель корпоративного фонда. И работая в инвесткомитете, я вижу, какое огромное количество проектов приходит, и как они получают абсолютно реальные шансы стать полезными не только инвесторам, но и потребителям, миллионам людей. Спасибо, Алексей, за твою обратную связь, за содержательную беседу, и, конечно, спасибо тебе за то, что ты работаешь в Совете по инвестициям фонда Фри, и мы чувствуем твою постоянную поддержку. Спасибо большое.